Почему зачастую умные люди плохо видят? Они снижают уровень графики для лучшей производительности. И куда тебе столько? Ну, на ноготочки, на волосы и на косметику. Фанаты лета, фанаты зимы, ценители осени. Я в детстве. Скорей бы не спать всю ночь. Я сейчас. Скорей бы спать всю ночь и весь день. Что тебе сказали за секунду до того, когда внутри всё рухнуло? Блин, Лёха, это же несущая балка. Блин, я не думал, что работать это утомительно. Я думал, будут деньги и круто. Это просто подстава какая-то. Наконец-то я нашёл, чем заправить мою окрошку с морепродуктами. Окрошку с морепродуктами? Квас ананасовый. Ну, ясно. Тут гурман у нас. Подвиньтесь, у нас здесь гурман. Как я провожу весь день, когда знаю, что мне нужно будет куда-то сегодня позвонить? Так, звони сразу. Как говорится, надо съесть лягушку на завтрак. Ну, не в прямом смысле. Ну, вы поняли. Короче, сначала сделать то, что не хочется делать, а потом будет полегче. Вермишель, та ещё сволочь, говорит, меня в супе не видно, сыпь ещё, а потом у тебя вермишельное, блин, рагу вместо супа. С рисом такая же фигня. Да. Я как-то решил приготовить уху и добавить туда рис. Мне показалось это хорошей идеей. Я такой насыпаю рис, такой, да не, маловато, чё, ещё надо. В итоге он разбух, у меня получилась каша с рыбой. Итак, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали. Препод. Только подготовьте, пожалуйста, нормальные презентации. Я. Ок. Главные враги России. Половцы, печенеги, монголы. Когда только съехались, романтические ужины под вино. Спустя полгода. Первая снежинка падает на землю. Дорожные службы. Ну, пора. Я хотел кушать и накрыл себе поляну. Можешь присоединиться. Не тот товарищи, товарищу, товарищ, кто при товарищах, товарищу, товарищ. А тот товарищи, товарищу, товарищ, кто без товарищей, товарищу, товарищ. Иностранцы. Я какая-то шутка для тебя. Нет, товарищ. Наблюдение. Если вы идёте на работу и вам навстречу идут совсем незнакомые лица, возможно, вы опаздываете. Здравствуйте, а бесплатно не отдадите отпариватель для семьи погорельцев? Здравствуйте, не горю желанием. Я поднимаю упавший кусок с пола. Микроб, прибежавший через 5 целых одну десятитысячную секунды. Чат с пассажиром. Ты где? На заднем сидении. Извините, не тот телефон. Ладно. Когда вся семья решила проявить к тебе нежность. Ой, ой, капец, вообще кранты. Здравствуйте, можно фото как сидят? Ну, штаны сидят. Или шорты, непонятно. Но если это штаны, то для человека маленького роста. А для меня все штаны шорты, блин. Мама, не бойся, рыба без костей. Рыба. Вашему вниманию полный писец. Но оно, у него просто особо пушистая кость. Глядя на его выражение морды, я бы не стал лучше его обижать. Знакомьтесь, так выглядит Миш. Я. О, шаурма всего за 100 рублей, возьму. Ничего же не случится. Ничего не случится. Сначала ты молодой, а потом тебя радует вот это. Как риелтор описывает соседей. Соседи на самом деле. Отзыв к игре Скайрим. Собеседование на работу? У вас есть опыт торговли? Я в Скайриме брал с огорода фермеров картошку и капусту и продавал ему же. Вы приняты? Добро пожаловать в команду, сынок. Я. Батя в мои годы по его рассказам. Батя в мои годы по рассказам деда. Дед в мои годы по его рассказам. Вы должны находиться в этом доме ровно месяц. У вас будет всё необходимое. Еда, вода и дрова. Но не будет доступа к интернету, сотовой связи и телевизора. В последний день вы уйдёте оттуда с 50 тысячами долларов. Согласились бы? Кто пишет, 50 тысяч дороговато, но я согласен заплатить. Да, да, да. Шеф, лента по фасовке сломалась. Критично? Ну давайте я лучше пришлю вам фото. Добрый день, говорили, что сегодня можно ждать ЗП. Добрый, да, ждать можно. Ждём. Звонок не работает, тук-тук тоже. Просто уходите. Как вы понимаете, я очень гостеприимный человек. Очень. Пятилетний я, когда нашёл палку, смотрю на крапиву перед её смертью. Лысая летняя резина смотрит на то, как я меняю её на такую же лысую зимнюю. Если сделать три татуировки с надписью «Три тата», то будет три татушки «Три тата». Уровень моего юмора примерно такой. Вот что я имею в виду, когда говорю, что люблю дорогие вещи, а не эти ваши айфоны, макбуки, тачки и всё такое. Я заплатил за вай-фай в самолёте только для того, чтобы опубликовать вот это, чёрт возьми. Когда продал свою тачку пять лет назад, чтобы немного подкопить и купить мечту, а через пять лет накопил на ту, что продал. Not Stunks. Родители. Да в этих играх нет ничего серьёзного, ничему они вас не научат. Мы с пацанами. Кружка владельца ВМШ. Ну тут типа БМВ. Зачем написали ВМШ? Но прикол в том, что даже кружка течёт, это понятно. Так их этих владельцев БМВ. Калина круче. Если ещё пять лет назад, покупая в Ашане на семь тысяч рублей, я едва мог допереть сумки от машины до квартиры, то сейчас делаю это с лёгкостью. Я стал значительно сильнее. А вы как прокачались за это время? Ложка в подарок. Ладно. Ну спасибо. Учёные в девяностых. Мы клонировали овцу. Мы посадили робота на Марс. Учёные сегодня. Повторяем в последний раз. Земля круглая. Ага, круглая. Ещё скажите, что черепахи с китами нет. Не учи. Первая снежинка едва касается Земли. Таксисты. Человек, ты мой друг. Я готов защитить тебя от любой опасности. Даже от пылесосов? Не, бро. Тут каждый сам за себя. Это угроза чрезвычайного масштаба. Сам понимаешь. Для людей, не учивших магию, мир полон физики. Кто пишет, давайте не забывать, что так-то физику придумали, чтобы объяснить маглам магию. Комиссию за переводы я могу объяснить только одним способом. Нас до сих пор обманывают. Деньги всё ещё не виртуальные. И когда вы нажимаете кнопку оплатить, специальный человек берёт наличку из вашей ячейки, в которой лежат ваши деньги из банкомата, едет с инкассатором в другой банк и кладёт в другую ячейку. И вот за всю эту работу и берут дополнительные платежи. Слушай сюда, полудурок, если ещё один заговор раскроешь, тебе конец. Если бы это продавали в кинотеатрах вместо попкорна, я был бы счастлив. Кто пишет, ты никогда финансово не оправишься от одной покупки крылышек в кинотеатре. Я ни разу не покупал. Чё, серьёзно, настолько дорого. Я даже попкорна не беру, он там капец стоит космических денег. Когда в тебе живут два волка. Ну, вы поняли. Мальчик ищет девушку помоложе. Мужчина. Ищу милфу. На всё лобовое стекло написал. Явно женщину в возрасте ищет, у которой проблемы со зрением. Прошу прощения, но сегодня я точно не смогу. У меня планы на вечер. Так же мои планы на вечер. Крысиные. Знаете ли вы, что ворона, сидящая в гнезде возле моего окна в период с 4 до 6.30 утра, может каркнуть 453 раза? Подъём, двуногие! Карррр! Он называет меня принцессой. Как я себя чувствую? Боже мой, просто отвратительно. Мне две порции с собой. Обведите наименьший номер. Один, два, три. Иногда я сам поражаюсь своей гениальности. Мои сны при температуре 39. Да ладно, ещё в принципе нормально. Все из одной вселенной. Для тех, кому только спросить, ну сделайте уже кабинет, где только отвечают. Ну очень надо. Я ем в два раза больше мяса, чтобы один веган, который не жрёт мясо, думающий, что он что-то меняет, на самом деле ничего не менял. А ты хорош. Когда в свободное время перестал играть в видеоигры и начал спать. Это я с кредитом на тачку на 5 лет очень радуюсь тому, что не надо двигаться на метро. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик mimosk вконтакте, на канал в тиктоке, на канал на рутюбе. И читайте нашу солёную книгу, которая называется «Привет, мир». Ну и конечно, приобретайте наши крутые когтиточки тачи-мурчи по ссылочке в описании. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»